Экологический штаб Красноярского края создан по инициативе Сибирского федерального университета, представителей общественных организаций, а также органов власти края и города Красноярска. Подробнее о работе штаба поговорим с нашим гостем. В студии у нас депутат Законодательного собрания Красноярского края, член Комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Ефимов. Доброе утро, рады вас видеть. Доброе утро, Юрий Александрович. Расскажите, для чего же был создан штаб и какие основные задачи перед собой он ставит? Главной задачей штаба будет запуск процессов экологического оздоровления в городе Красноярска. Не секрет, что сегодня этой темой занимаются очень многие общественные организации. Необходимую деятельность координировать. И Александр Викторович Уз, председатель Законодательного собрания Красноярского края, и стал инициатором, создателем экологического штаба у нас. В рамках штаба первого заседания создано 5 рабочих групп. Это чистый воздух, зеленый город, твердые отходы, чистый транспорт и экологическая инициатива. Привлечено, наверное, более сотни экологов различных у нас уровней подготовки. Наука привлечена сюда. Здесь, я так думаю, что это не подменяет собой Комитет Законодательного собрания. Это гораздо шире сообщества, которое необходимо... Там очень много будет привлечено и науки СФУ. Необходимы единые стандарты, анализов воздуха. Очень много. Мы сейчас же понимаем, чем мы дышим. Мы понимаем, как напряжена общественность. Мы понимаем, как население нашего города к этому относится. И сколько дней так называемого черного неба. Поэтому необходимо решать вопросы. Они уже требуют незамедлительного решения. И экологический штаб как раз для этого и создан. Кстати говоря, а вот штаб, он как-то ограничен в контингенте? Или в штаб можно принять любого участника? Мы знаем, что на базе СФУ все студенты сами, молодежь участвуют в работе штаба. Нет, здесь очень много научных групп. Вы помните правильно. Привлечение к научным разработкам, естественно, будут и студенты привлекаться, научные группы привлекаться, лаборатории Красноярского края, передвижные, которые у нас есть. То есть штаб, это не определенное количество людей, которые занимаются всем, они просто делегируют свои полномочия различным организациям, которые... И рабочие группы могут привлекать сюда неограниченное количество. Мало того, у нас привлекаются специалисты из других городов, не обязательно Красноярск. А вообще, если речь идет о студентах, они активно принимают участие в этих обсуждениях? Может быть, какие-то инициативы свои предлагают? Либо, не знаю, сложно с этим пока еще. Нет, я думаю, что впереди это все. Мало того, студенчество все равно у нас молодежь, она всегда же к этому остро относится, к любой проблеме. И здесь... Молодые и горячие, как известно. И поэтому, я думаю, здесь наоборот надо, наверное, старшим, более опытным товарищам направлять вот эту горячую в правильное русло, когда необходимо очень много работы. Там достаточно широко. Тоже, например, и по транспорту, там замеры идут у нас бесконечно. И если мы говорим о зеленом городе, озеленении города, ну куда без молодежи? Ну куда денешься? Скажите, а вот свои наработки штаб потом предоставляет в комитет по экологии? Или как-то сам распоряжается ими? Нет, здесь не только. Не только это является... Конечно же, наработки будут являться для выработки законопроекта, для подготовки законопроекта в экологической сфере. И будет представляться в комитет по природопользованию и экологии Красноярского края ЗАГС Собрание. В то же время и правительство Красноярского края, и администрации города. Потому что мало того, дать, выработать, подготовить, собрать анализ всех вредных воздействий, вредных веществ. Необходимо выдавать рекомендации, но дальше потом контролировать их применение. Задача стоит оздоровить экологическую атмосферу, а не написать тому или с точку бумажки. Ну да. Разумеется, когда состоится следующее заседание штаба? Это определит Александр Викторович Ус, как председатель штаба. Я думаю, штаб действует на постоянной основе. То есть у него нет такого вспышечного действия, типа, собрались, разбежались. Нет. Это постоянно действующий орган. Рабочие группы тоже работают постоянно. Я думаю, они будут работать сегодня, завтра, вчера работали. Поэтому, когда будет более расширенное, оно будет состояться, так назовем его, пленарным заседанием. Да, широкий групп с отчетом уже первых работ. Потому что идет подготовка экологической хартии Краснодарского края, которую будут подписывать, простите, те предприятия, которые там портят на воздух, экологические. Я думаю, что здесь мы должны в этой хартии договориться. Если жители края, вот сейчас, например, наши телезрители, слыша наше интервью, хотят тоже какие-то свои мнения высказать, может быть, предложения, куда можно писать, обращаться, может быть, есть какая-то виртуальная приемная. Нет, ну я думаю, что это в интернет, в интернет-сообществе это известные адреса, можно и там найти, и я думаю, координирует СФУ, поэтому это туда. Я думаю, что обязательно нужно. Обязательно нужно. И мнение наших горожан, оно и нужно каким образом. Не просто кричать, товарищ, мне дышать, открыл фоточку, дышать нечем. Есть предложение, ведь у нас очень много людей как бы не связано напрямую, он не эколог, у него там лейбл не висит, но человек озабочен при проблеме, мало того, может подсказать, каким образом их решать. В общем, хорошие идеи принимаются, поэтому не оставайтесь равнодушными, друзья. Еще раз представлю нашего гостя, депутата Законодательного собрания Красноярского края, член комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Ефимов был у нас в гостях. Огромное спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, удачной вам продуктивной работы. И вам всего хорошего. Продолжение следует...